Интересно, а можно ли уродливый кадр сделать красивым обработкой на компе? Вот ты снял плохой кадр, а на монтаже делаешь из него кино. Недавно я скачал DaVinci, это программа для обработки видосов. И знаете, какой бы плохой кадр я туда не закинул, там его можно сделать красивым. И сегодня я расскажу вам об этом. Сейчас объясню, как монтировать, делать графон и красить видео в DaVinci Resolve. И как из подобных серых видосов выжимать глубину и атмосферу. Я постараюсь объяснить все максимально просто и на пальцах, чтобы всем было понятно. Даже если вы в жизни видео не монтировали. Еще кое-что забыл. Всем привет, с вами Илья Вебжаба. Так выглядит DaVinci, когда мы в него зашли. Снизу есть вот такие вкладки. По сути, в таком порядке нам с вами сейчас предлагают работать. То есть загружаем все исходники, которые засняли. Быстренько их нарезаем, типа черновой монтаж. Приводим этот черновик в порядок. Это уже основной монтаж. Делаем эффекты. Красим это все. Моя любимая панель, если кому-то интересно. Добавляем звуковые эффекты и рендерим 7 вкладок в каждой свой интерфейс. И на половину из них вы можете забить. Давайте так. Расскажу сегодня обо всем, постараюсь все объяснить. А вы решите, что понравится вам. Или вам ничего не понравится. Но сначала давайте что-нибудь снимем. Я пойду собираться. Я съездил в центр моего города и пофоткал разные локации, чтобы потом их просмотреть и что-то придумать. Из всего этого добра меня зацепила скамейка. Значит, идея такая. Путешественник с термосом и булкой хлеба садится на скамейку. И чисто вот кайфует. Смотрит по сторонам, хавает хлеб, наслаждается жизнью. Вокруг хорошая погода, полное умиротворение. И бум. Все нагнетает. Запасы еды, персонажи на исходе. Начинается паника. И обратно. Все хорошо, это была просто фантазия. Парни помогли мне отснять видос. Засняли. Довольно скудно. Попробую выжать максимум из этого дерьмового видео. Помните, я говорил про вкладки снизу? Давайте прогоним этот видос через каждую из них. Первая вкладка «Медиа». Сюда подгружаю все, что сняли. Сейчас можно задать теги каждому видео. Например, «Здесь мы обосрались, все в расфокусе не использовать». Или вот это, хороший дубль, «Good Take». Можно указать любую инфу, вплоть до настроек моей камеры в момент записи. Все это для того, чтобы сейчас я создал Smart Bean и тут указал. Например, положи сюда только видосы, где я прожал галочку «Good Take». Так я отсортировал исходники по папкам, чтобы не теряться в них. Меня зовут Илья, и я люблю деньги. А поэтому я знаю, насколько важно учиться новым вещам. Будь то видеомонтаж, обработка фоток, работа со звуком. Или графический дизайн. Превью на YouTube, например. Логотипы брендов, вывески до улицы, красивые упаковки у продуктов. Это все может делать один чувак. А углубиться в эту замечательную профессию вам поможет образовательная платформа Skillbox. А именно курс «Профессия графический дизайнер». Там вы научитесь создавать фирменный стиль компаний. Логотипы, графику для рекламы, упаковки, мерч. И научитесь работать в таких программах, как иллюстратор, фотошоп, индизайн и фигма. Обучение проходит на практике. После каждого выполненного блока вам дают задание, которое проверяет эксперт и дает обратную связь. Так у вас наберется больше 12 проектов в портфолио, когда вы закончите курс. Вам помогут трудоустроиться и порекомендуют вас компаниям-партнерам. Брать первые заказы можно уже после 4 месяцев после начала курса. А если вы не получите оффер, вам вернут деньги. Узнать подробнее про курс вы можете по ссылке в описании или по этому QR-коду. А по вот такому пробокоду получите дополнительную скидку плюс 5% и любой курс меньшей стоимости. А также целый год английского языка как бонус. Спасибо скиллбоксу. Продолжаем. Если вам нужно быстро нарезать видос, это вкладка для вас. Здесь два таймлайна. И ни один из них нельзя ни зумить, ни отдалять. То есть один всегда отдален, другой всегда зазумлен. И они синхронизированы между собой. И что-то какую-то сомнительную хрень нам с вами сейчас пытаются втюхать. Да? Нет. Вот обычный видеоредактор. Я что-то монтирую и вдруг мне нужно переместиться на другой кусок видео. Что я делаю? Отдаляю сначала. Ищу где-то там свой кусок. Тыкаю и приближаю его, чтобы с ним поработать. Что я делаю здесь? Еще мне нравится вот эта штука. Я могу просматривать свои исходники, вводя по ним мышкой. И тут же задавать им начало и конец. Это супер быстро. А в остальном обычная монтажка. Эффекты, переходы, инспектор. Где можно зазумить, расположить видео в кадре, кропнуть его. Это можно и в окне превью, кстати, если вам так удобнее. Еще в инспекторе есть разные штуки, типа стабилизации видео. Давайте заюзаем. О, стало меньше тряски. Неплохо. То же самое, что и Premiere или Final Cut или Vegas. Главное отличие от вкладки Cut, помимо нормального таймлайна, здесь можно анимировать, расставлять кейфреймы, настраивать графики для плавной анимации. В остальном, думаю, сами разберетесь, потыкайте на кнопки, потестите. Я об этом рассказывать не хочу, тем более, что у нас впереди. Попробую мягко вас погрузить во все это. Не бойтесь. Вы когда-нибудь слышали про композитинг? Это когда берут кадр и делают из него то, чего в реальности не было. Например, эта сцена. Так выглядит без композитинга. Прибрался немножко, да? Вот это тоже композитинг. Смотрите, я притречил что-то к поверхности. Удивительно. А вот так выглядит композитинг в большом кино. Зацените, половину кадра нарисовали на компьютере. Что? Для чего это нам сейчас? Я хочу вырезать из моего видео это паршивое небо и подставить туда свое. Будет два неба. Первое приятное, голубое, с облачками. А второе тучи, нагнетающие и мрачные. Для начала мне нужно раздобыть фотки неба в хорошем качестве. Через поиск их мало. И половину из них надо покупать за бабки. Но я нашел способ, как обойти эту систему. Как получить качественные фотки по моему запросу. И попробуйте догадаться, как. Мужики, это просто бомба. Мне искусственный интеллект генерирует небо. Смотрите, я пишу голубое облачное небо в высоком качестве. Он грузит. И вот оно. Закидываю во фьюжн. А, да. Это все, кстати, ноды. Порядок моих действий. Что-то вроде вход. Эффект 1. Эффект 2. Эффект 3. Выход. Видео с тремя наложенными эффектами. Сейчас я зажимаю shift и вставляю небо в цепочку. Мердж появился. У него два входа к двум слоям внутри. То есть нижний слой, это мой видос. И верхний слой, картинка неба. Внутри есть настройки. Можно расположить верхний слой. Нижний остается нетронутым. Но если вы все-таки захотели его потрогать, выделяйте видео, control space, это поиск по нодам, и ищите трансформу. Вот эта хрень в скобках, это сокращение. Вместо миллиарда букв пишите xf и вот он. Здесь все те же настройки, размера, позиции и поворота. Как заменить небо? Есть такой способ. Копирую мой исходник, выкручиваю ему контрастность и насыщенность, чтобы граница с небом везде была четко видна. Добавляю delta care и вырезаю небо. Ограничиваю кейер маской, чтобы он не вырезал лишнее. Инвертирую альфа-канал. Теперь видно небо, а не землю. Подсоединяю это все в качестве маски к мерджу. Эта маска тоже влияет только на верхний слой. То есть она для картинки неба. Ставлю режим наложения overlay. Теперь небо смотрится органичнее, и маска не так палится. И осталось отследить движение камеры, чтобы небо не стояло на месте. Трекер хорошо подходит для этого. Готово! Если у вас что-то пойдет не так, к этому видео я прикрепил несколько уроков про замену неба. Гляньте их, если что. Вы можете украсть цвет из любого фильма, сериала или фотографии. Вот мне понравился кадр из фильма, а вот я накрутил что-то похожее в да винчи. На сегодня у меня такие референсы. Погнали красить. Вот эта часть экрана — главный ваш инструмент. Состоит из четырех кругов. Лифт — тени. Гейн — светлые участки. Гамма — полутона. Что-то среднее, но ближе к темному. И offset — общая настройка всего сразу. Как использовать? Вот я увожу лифт в сторону зеленого. И смотрите, тени на картинке зеленеют. А вот здесь же убавляю яркость. И темнота начинает сжирать мою картинку. Такое можно проворачивать с каждым кругом. К видосу. Тут тоже ноды, если вы заметили. И схема у меня такая. Меняю цвет. Меняю яркость. Меняю цвет локально. Меняю яркость локально. Несколько эффектов. Тонирование. Давайте по порядку. Первая нода. Я сделал картинку немного теплее. Яркость не трогал. Вторая — настроил яркость этих кругов на глаз. Теперь локальные ноды. Это когда я выделяю какой-то участок на видосе и настраиваю только его. Например, выделил небо и сделал его потемнее. Или дома на фоне сделал быстрее. В общем, так поменялась картинка. Эффекты. Lens flare. Такой блик, типа солнце светит. Прикольно. Я притречил его к видео, чтобы он тоже двигался. Наверное, вы замечали в кино вот такие красные засветы. Они появляются, когда снимаешь на пленку. И выглядят очень красиво. Так вот, эффект halation делает такие засветы. Вау! Свечение. Накрутил немного зерна. И тонирование. По ощущениям, снова все покрутил. Сделал лифт немного теплее. Первый кадр есть. А сейчас давайте убьем все это. И сделаем мрак из моего видоса. Во фьюжене я поменял картинку неба с такой на такую. Убавляю у футажа насыщенность и яркость. Делаю снег темнее. А сейчас маской выделяю верхнюю часть картинки и полностью убираю ей насыщенность. Гамму и лифт просто убиваю в пол. Такое небо получается. С помощью шума добавляю туман на переднем и заднем плане. Виньетка. Свечение. Небо немножко засветилось. Зерна побольше, чтобы подчеркнуть съемку в темноте. И тонирование. Добавил зеленые в тени. Кажется, готово. Все, мы с вами на финишной прямой. Так, я буду с вами откровенен. У меня до дедлайна один день. Поэтому справляюсь как могу. В панели Firelight я составил звуковые эффекты для этого видео. Что-то я брал в интернете. Что-то записывал сам на вот этот микрофон. Вот этот. Пользовался эффектами вот отсюда. Например, Reverb. Это эхо. Крутил вот эти вот штуки. Эквалайзер. Тоже тема. Получился довольно симпатичный саунд дизайн. Скоро его услышите. Но перед этим последняя вкладка. Deliver. Скорее всего, вам подойдет что-то из пресетов. Но если вы сильно паритесь о качестве изображения, выбирайте настройки, как у меня. Тогда видео будет без потери качества, но тяжелое. Мы закончили. Спасибо за просмотр. Надеюсь, вам понравилось это видео. Надеюсь, вам понравился DaVinci. И до новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok